МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины при нем у меня на телеканале Беларусь-Четырегродно. У студии Вольга Пелянчук. Витаю вас и глядите сегодня у выпуску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подчас выконания работ с восьмого поверха шмат поверховика у Гродни звалился в Удауни. У совести с пожаронебеспечной ситуацией во усих районах в области уведена заборона на наведывание лесу. Российские и белорусские журналисты, удельники творчей майстерни, друзья сябры, наведали регион и телерадой компанию Гродно. Гродинский регион в рамках пресс-тура наведали белорусские и российские журналисты. Сустреча международного масштаба отбылась в рамках пятой выездной сессии творчей майстерни для тележурналистов и блогеров России и Беларуси «Друзья сябры». Среди гостей региона представники телеканала «Россия-24», телерадиокомпании Екатеринбурга и Калининграда, а так само журналисты региональных белорусских ТРК. Катерина Бенедесюк, Подрабязнь. Доведеться, чим живе Беларусь и приватность Гродинская в область, а ее промысловый, социальный и туристичный потенциал – мета представников российских и белорусских СМИ. Убаченная подмасовывается официйной информацией в программе визиту международной делегации у регион с устрече с керауницей в области. Зная реальную картину, чем мы обладаем, это будет способствовать развитию наших связей в дальнейшем, продвижению наших товаров, общению наших людей, взаимному туризму. И в конечном итоге это будет способствовать спокойствию и сохранению мирных дружественных отношений. В суммешении лепших территориции с новыми повевами, как лучше презентовать журналистику, а еще нюансы работы в прямом эфире. Отказы на это и шматинших питаниях разом с белорусскими российские журналисты шукали в рамках визиту на Гродинское ТБ. На базе областной студии, которая работает уже 50 лет, в эфире прошли мастер-классы, которыми и протягнулася международная встреча. Формат работы в прямом эфире, он не нов и для Беларуси, конечно, тоже, но именно в таком напряженном режиме и в режиме, когда одно включение следует за другим, вызывает много вопросов, как это можно было бы организовать и как это логично выстраивать именно как телевизионная картинка. При нем и немае особливые относины с клубом «Друзья Сябры». В Гродно постоянно проезжают метры российской журналистики. Дякуючи проекту «Майстерня Байру» с ними могли встретиться местовые работники СМИ и студенты профильных специальностей. До слова красавицкой визиты у город на Днеманом это отказ на запад и текавность российских журналистов. Подобные мероприемства уже принимали Великий Новгород, Екатеринбург, Уфа. Наступным белорусским припинком для клуба «Друзья Сябры» станет Полоцк и Новополоцк. Месяца через 2-3 поедем в колыбель белорусской государственности, посмотрим Полоцк, посмотрим, наверное, мощности Новополоцка, нефтехимические в первую очередь, поскольку сейчас это горячая тема, поставки нефти, соглашения, контракты. Мы подождем, пока спадет этот основной жар вокруг этой темы, а когда она перестанет быть политической, и уже как журналисты, как репортеры посмотрим на белорусскую нефтянку. У рамках наведывания Гродинской ТРК гости смогли поудельничать у эфиры программы «В окна города» телеканалы «Беларусь-4 Гродно». Международный форум белорусских и российских журналистов протягнулся с наемством с городом и дальнейшими пленными дискуссиями на профессийные темы, головным выником яких станут аутерские материалы у эфиры региональных белорусских ТРК и российских СМИ. Протягиваем выпуск. Во усею Гродинской области уведена заборона на наведывание лесу. Решение об обмежевании принято на посаджении экстренной комиссии по надзвычайных ситуациях, якое пройшло у Гродинской облаканками. Отповедные постановы, які забороняются наведывание лесу, приняты райваканкамами 17 районов в области. Ситуацию с пожарной обстановкой у лесным фонде региона на даденый момент специалисты окресливают, як надзвычай тяжкая. Погроза узникненья узгоранню застаец актуальной, а маль для усих районов Гродинщины. На территории Гродинской области практически во всех районах введен четвертый класс правонной опасности. Там вводится запрет на посещение лесов. Так, в северных районах нашей области, это Островецкий, Ашмянский и Сморгонский районы, пока еще сохраняется 30 класс правонной опасности, но он уже так же близок к четвертому. Экстренные меры, подкресливают специалисты, приняты с метой недопущения максимумых узгоранню. Нагадаем, на 5-е дни мостный пожар на территории Горского лесницкого знищил некальки десятков гектаров лесу. Мероприемства по ликвидации его наступствам протягиваются до этого часу. Пожар локализован, опахан. Выполняется дополнительная опашка его, окарауливание и дотушивание тлевющих очагов. Также у нас в экстренном порядке создана бригада, такая комиссия по оценке поврежденного насаждения. Будут сделаны выводы, какая часть пойдет под вырубку насаждения, какая часть останется. На той части, на которой будет сущена вырубка, весной 2020 года будут созданы лесные культуры. Дададим, что после установления причины масштаба у пожару на Горскому участку лесники распачнут с работы по очистке и высечке. На месте снищенных лесу на будущий год планыется высадить новые сосны и берозы. На будовнейшей плясовце у Гродня загинул рабочий. Мужчина выпал с 8-го поверха дома, який узводится на улице Курчатова, каля мини-рынку. По попередней информации, 38-годовый Муллер выконывал установку бетонной перегородки на балконе шмат поверховика. У причинах трагичного здарения гэтым часом разбираются специалисты. Ведомо, что рабочий меу належную квалификацию и стаж работы. По поступившей информации, примерно в 10 часов утра при выполнении работ на строительном объекте по улице Курчатова упал с высоты 8-го этажа и погиб рабочий строительной организацией города Гродно. В настоящее время проводятся мероприятия по осмотру места происшествия, изучается документация по организации работы, по охране труда и устанавливаются обстоятельства причины происшествия. Жахары в улице Карла Маркса, что ускейдзели, не долго радовались новой дороге. За ее близкого размещения, для домов, автомобильный рух, шум и пыл худка стали головным болем мясовых. Уже шмат годов грамадзяне спробуют вырошить узникшую проблему. Юля Новика про тяжкости, с якими сутыкнулися скейдзельчане. Дмитрий Паров в городе Скейдзе живет с 80-х годов. Приватный дом на улице Карла Маркса для мужчины – родная гадость детинства. На початку 90-х в нескольких метрах от двора проклали дорогу, по которой активно пошли ездить автомобили. Разом с приходом в его цивилизации скончилось тихое житие семьи. Уже когда ее запускали, тогдашний главный инженер приезжал сюда и говорил, что да, не предусмотрели заборы, но в будущем их поставят. Начало 2000-х, опять-таки при реконструкции моста, был главный инженер, обращался к нему, сказал, что да, уже есть шумоулавливающие высокие заборы, и мы рассмотрим этот вариант. Дмитрий совсем несет при дороге. На дворот, яна потребна. Але потребен и шумоизоляционный экран, який станет надельной заслонной людей от пылу и гуков с дороги. Але в сюжет 25 годов мужчина чекает остановочего решения по усталеванию экрана. А прощ того, иснуючую огороджу в рамках ремонта дороги было заплановано перенести. В чертежах яна стала меньше по померах, а на справе еще и ниже и с ровной дороги. Три года назад ко мне в огород залетел бус, который снес 6 метров этого забора. И, видимо, комиссия приезжала именно в тот момент, когда забор был с дырой в 6 метров. Дмитрий не один, кто застался без належной огороджи. У Маргариты Каспершек суседки так само плот ремонтники сняли, а новые не поставили. Поставят забор, не знаю какой и когда. А забор, сказали мне, поставят бетонный, где-то высотой метр двадцать. Ну, представляете, метр двадцать вот так. Это тоже ниже уровня трассы. Однако гульной и головной проблемой для жихоров в улице Карла Маркса застается шум с дороги. Але и для ЕЕ есть решение. Оховный экран, якого так чекают местовые. Для проведения мероприемства по придорожной шумоизоляции есть полные нормативы. Шумозащитные мероприятия могут быть предусмотрены только при проектировании строительства и реконструкции объектов. То есть при капитальном ремонте на сегодняшний день мы можем работать только в пределах существующей полосы отвода. У рамках же проекта по ремонте дороги ускидели, як вытлумачили специалисты, продуглежены только перебудовы и снуючие огороджи. Правда, зараз я набуде выше двух метров, что дозволит, до прикладу, не святить варомашину дамы. А вось оховного экрана доведеться поджекать. И полных терминов для его монтажу на улице Карла Маркса никто не называет. У Беларуси фиксуется рост онкологичных захворываний. Летость было выявлено 52 тысячи новых выпадков. И с каждым годом эта лечба повеличивается еще на тысячу. Подходы до лечения и профилактики онкологичных захворываний обмерковали у дельники областной навыково-практичной конференции актуальное питание ранней диагностики пухлин, якая собрала у Гродня ведущих специалистов и экспертов зусе Беларуси. Человек идет к доктору только тогда, когда ему заболит. К сожалению, это болезнь. Уже тогда поздно ее лечить. Существуют современные методы диагностики, что все болезни вовремя диагностированные можно вылечить на сегодняшний день в нашей республике. Поэтому, конечно же, в очередной раз мы хотим поделиться достижениями, которые есть в лечении опухолей головы и шеи. Ну и вот провести и для коллеги, и для пациентов, в том числе и мастер-классы. Выявление опухолей на ранних стадиях розных локализаций – один из способов продухеления серьезных наступствах захворывания. При этом у Галине борьбы с онкологией есть серьезные навыковые заявы. Половы из всех выпадков рака можно попередить. На сустрече у Гродня специалисты сконцентровали увагу на актуальных пытаниях ранней диагностики пухлин головы и шеи и на тех проблемах, что истнуют в системе аховы здоровья. К сожалению, опухоли головы и шеи пока не вошли в эти скрининговые программы, несмотря на то, что относятся к так называемым визуальным локализациям. Поэтому ситуация по опухолям головы и шеи в Республике Беларусь достаточно напряженная, ее нельзя назвать любоприятной. Развитие онкологии специалисты связывают с такими факторами рызыки, як празмерная вага, гиподеномия, шкодные звышки. А прочтого, повеличение протяглости життя тягнет за собой рост рызыки онкологии. Зараз у Беларуси дейничая четыре программы скринингу злоякосных новоутварыньев, что дозволяя охапеть великую группу насильництва и выкрыть пухлины на ранних стадиях. А это дает больше шансов на станучий выник лячения. Деньших тем. Выники фестивалю «Медиасфера» подвяли у грудня. В ауражистой обстановке были названы имены ауторов лепших виды проектов у двух категориях – профи и юниоры. Журы за маль 150 проставленных работ вызначила «Лепшее» у четырех номинациях. Фотография – проект для друкованных и электронных СМИ, а так сама – интернет-проект. Масштабный форум объединял учня у старейших классов, наученцев средних специальных установ и студентов с Гродно и регионы Украины. Все лето особливую вагу у дельники фестиваля взвернули на две ключевые темы – «Малая родима» и «75 годе вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников». Наш электронный проект «Звездочка на карте района» был посвящен памятникам, воинским захоронениям, индивидуальным могилам Второй мировой войны. Каждый житель, начиная уже с юного возраста, может посмотреть адрес, где находится данный памятник либо захоронения, почитать, когда, в каком году он был воздвигнут, кому он посвящен и так далее. В рамках конкурса назвали «Пераморсца». У Сюрита были предугледжены еще и некольких додатковых номинаций. А кроме того, своего «Пераморсца» вызнашили и интернет-корыстальники. Увагу лишь оценка конкурсных работ должилась оттягом некольких джон. В первую очередь для телерадиокомпании «Гродно», конечно, это стартовая площадка для того, чтобы подсмотреть будущих коллег, будущих сотрудников телерадиокомпании, потому что творческому человеку важна практика. И если они начинают прямо сейчас, с юных лет, уже какие-то моменты делать, какие-то сюжеты, материалы, операторская работа очень такая четкая, то это нарабатывается за годами. И когда они уже приходят после университета к нам, нам есть, в принципе, вот кого брать на работу, плацдарм такой хороший, в общем-то, предоставлен. До слова, молодзевый фестиваль «Медесфера» ладился все лета уже в девятый раз. За этот час университетский проект сдоле изменит статус на форум агульно-республиканского масштаба. Дякуючи чему у Гродя собралися молодые люди з усих кутков нашей области, Бреста, Витебска, Минска и инших регионов Украины. Зараз новины гульни, удача в придачу от «Евроопт». У 116 и 117 турах знов были разыграны некольки призов по 100 тысяч рублей и по 50 тысяч, а так само 6 новеньких авто. Воголе подарунки отримали больше за 20 тысяч покупников «Евроопт». Пашансовала и Жахарам Гродна, и Гродзенской области. Подробя с ней у видеосюжете. Не было бы счастья, да покупки помогли. Более 20 тысяч покупателей магазинов «Евроопт», а также онлайн-гипермаркетов «Едоставка» и «Гипермол» за минувшие две недели узнали, что такое удача. Благодаря победе в 116 и 117 турах игры «Удача в придачу». Оба розыгрыша завершились самыми невероятными и искренними эмоциями. К слову, за розыгрышем 116 тура можно было следить только в интернет-трансляции. Но уже в 117 туре на радость многочисленным участникам игра вернулась в телеэфир канала ОНТ. Главные призы – две суммы по 100 тысяч рублей – разлетелись в разные уголки страны. В 116 туре такой приз выиграла страховой агент Тореса Дашкевич из деревни Диновишки Сморгонского района. А в 117 невероятно повезло сварщику Светлане Горковской из Новополоцка. Сумма для меня неверная. Я еще в шоку. Не приходят думки, куда я их могу потратить. Мы среднестатистическая семья. Что мы будем делать? В первую очередь купим автомобиль. Четверым победителям «Удача» дала не просто 5,5 тысяч рублей. В 116 туре крупные суммы выиграли Татьяна Ермакова, уборщица из Крупок, и Виктор Юрков, водитель из Речицы. К сожалению, сам Виктор не смог приехать на награждение, поэтому приз по доверенности забрала его жена Кристина. Никак не ожидали, что 50 тысяч. Хотим немножко обновить машину, съездить, отдохнуть. Крышка с кастрюли разбилась прямо в Евроопте. Я ее купила и сказала, что я все равно выиграю. Ну вот так и получилось. А в 117 туре на 50 тысяч рублей богаче стали жители столицы, СЕО-специалист Сергей Прохорчук и пенсионерка Валентина Матвиенко. У меня полхолодели руки, я не знал, что делать. Закричал мама, подбежал ей, сказал, что выиграл 50 тысяч рублей. Мы никогда не были на море поехать в какую-нибудь интересную страну. На завтра только можно было осознавать, что это мне и такой приз. Теребя большая, у нас это денежная такая помощь очень хорошая. Выигранные деньги победителям перечислили на статус-карту от статус-банка. А вот следующие счастливчики не просто увезли свои призы, они на них уехали. Внедорожники Джилием Гранд Х7 в 116 туре выиграли Мария Загорская, младшая медсестра реанимации из Гродном и сразу два покупателя из городского поселка Шарковщина. Акушерка Инна Шиленок и электромонтер Иван Катышев. Красивая машина, удобная, светлая, красота. И дочки, наверное, немножко поучатся будут водить, и сын. Тут просто ни о чем было думать. Там все зашкаливало. Ну, очень-очень приятно, конечно, было. Ну, у нас водим и я, и муж. Ну, буду ездить я. Машина хорошая, красивая, белая, просторная. В 117 туре обладателями внедорожников стали Андрей Дудко, заместитель начальника производства из Лиды, Марина Ярош, студентка колледжа из деревни Веселово Борисовского района и медрегистратор Татьяна Кондратовича из города Ганцевича. Ну, и застала при ремонте старой машины жены. Позвонил ведущий Дмитрий Кахно и обрадовал. Очень нравится. Машина, конечно, хорошая. Супер. Мечтала, наверное, не о новой машине, но, как бы, в силу своих возможностей. А тут повезло. Свыше 20 тысяч счастливчиков по итогам двух минувших недель стали обладателями других денежных призов. В том числе было разыграно 200 приятных сумм по 500 рублей. Зута Ирина Васильевна, пенсионерка, город Минск. Медельева Тамара Николаевна, живу в Минске. В настоящее время нахожусь на пенсии. Лобко Виктор Николаевич, Герой Дмитриевич, Береминский район, водитель. Уже совсем скоро, 30 апреля, Европы разыграет призы 118 тура игры «Удача в придачу». Огромные денежные суммы по 100 и 50 тысяч рублей, 3 автомобиля, а также более 10 тысяч других призов. Запасайтесь игровыми кодами и до встречи во вторник в эфире телеканала ОНТ. Розыгрыш начнется точно по расписанию в 18.20. Открытый турнир Гродинской области по футболе. Памяти героя Советского Союза Ивана Лебедева стартует у Гродни. У делу с поборницей опрымают 8 команд, складенных с юнаков 2006 года народжения. Усе удельники имяного турниров – представники белорусских футбольных клубов и спортивных школ с Бреста, Борисова, лиды, дружины с Минской области и три гродинские команды – футбольные школы «Белкарт» и два склады футбольного клуба «Неман». Не ставим задачу любым способом выиграть турнир. Надо, чтобы дети играли, получали удовольствие, получали развитие, чтобы они двигались и чтобы у нас было больше талантливых детей. Сформированы две группы по четыре команды, которые на протягу трех ден проведут стыковые матчи и будут смагаться за звание лепшей. Гульни примают футбольный манеж, что у лесопарку пышки. Закрытие турниру Гродинской в области памяти героя Советского Союза Ивана Лебедева и узнагороджения пройдет 28-го красавика. С поборницей по легкой атлеты – это дружба. Памяти первого директора спортивной школы профсоюзов Станислава Барташевича в 15-й раз примала Сморгонь. Престижные старты все лета прошли в международном формате, а кроме команд из всех регионов Беларуси, в дел у них приняли дружины из Литвы. С каждым годом увага до легкоатлетичных с поборницей в Сморгоне растет. Позмагаться за 40 комплектов узнагород все лета приехали свыше 450 удельников. Сирот их и новички, и те, кто мает шмат годовый опыт в делу о подобных стартах. Мы на протяжении лет 5-6 ездим сюда постоянно. Очень хорошее соревнование. Название соревнования «Дружба» очень оправдывает свое название. Хорошая обстановка, хорошие призы, организация на высочайшем уровне. Дети постоянно довольны, все с медалями. Еще будем бороться в эстафетке. Надеюсь, уедем еще с кубочком. Рыгламент с поборництва продуглеживал шерах легкоатлетичных дисциплин. Бег на 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, а так само скоки у должню. Тройные скоки – кидание ядра. Бодай самым ведовичным видом программы стала комбинованная эстафета. Я наш по традиции завершила спортивный турнир по легкой атлетации. До слова «Сюрита» градус эмоций борозьбы был узнят из самого початку, когда были установлены первые рекорды с поборництва. Беги на 400 метров у младших девочек. Апанович Алина 1,02 пробежала, установила рекорд. И сегодня, сейчас, буквально пару минут назад, новый рекорд – 200 метров. Девочка из Вилейки, Кожарнович Варвара, пробежала ровно 27 секунд 200 метров со встречным ветром. Очень хороший результат, уже бобила рекорд соревнований. И на этом наш выпуск завершенный. Я разведываюся. Усяго доброго.